Друзья, всех приветствую в начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш youtube канала Маркетс, оставляйте ваши вопросы в сексе с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграмм канала Маркетс с торговыми идеями, в котором каждый день мы размещаем, постим большое количество аналитического контента вам в помощь в принятии торговых решений. Сегодня, поскольку у нас в понедельник в 16.00 по московскому времени пройдет традиционный вебинар, правильный понедельник, в ходе которого мы разберем ту тему, которую считаете нужным разобрать именно вы. Для этого в телеграмм канале мы проведем голосование, предложим несколько тем на выбор, та, которая наберет больше всего ваших голосов, станет основной в ходе моего выступления. Но опять же, учитывая, что всю прошлую неделю мы с вами говорили о долларе и его мощных движениях, о долгосрочных перспективах, я думаю, что могу предположить, что сегодня мы снова поговорим о этом инструменте. Ну, в общем, время покажет, темы будут представлены на выбор буквально уже в самое ближайшее время. Друзья, это неделя. Зачем будем следить? Это данные по инфляции. В США еще один важный отчет, который будет уместен для нас в плане разбора фундаментального фона, учитывая, что американский регулятор сам подсветил нам, что именно борьба с инфляцией остается его ключевым приоритетом. И от того, какие цифры в итоге будут публиковаться по инфляции, будут зависеть те решения, которые впоследствии будут приниматься американским регуляторам. Также на этой неделе состоятся промежуточные выборы в США, где, в ходе которых, скажем так, демократы рискуют утратить большинство в Конгрессе. Это может стать причиной повышенной волатильности и роста политической неопределенности в Штатах. Ну, опять же, этот фон, я считаю, что если дело пойдет, опять же, к развитию негативного сценария, то в конечном счете все равно доллар окажется в выигрыше, потому что доллар – это традиционный стабилизатор неопределенности, особенно в США. По поводу индекса доллара. Американская валюта сейчас котируется на отметке 110.90. Пятничная торговая сессия, будем называть вещи своими именами, разочаровала, потому что мы, по сути, нейтрализовали одной свечой все, что набирали в рамках недели. С понедельника этот рост, за которым мы следили, максимум был по индексу доллара в четверг на отметке примерно 113 пунктов. И все у нас, друзья, было для того, чтобы этот актив прорвался выше. Фундаментальный фон, настроение, даже технические уровни, которые также подсвечивали возможности движения выше этого актива, однако последовала коррекция. Вопрос логичный сейчас. Что это? Полноценный разворот, либо все-таки коррекционные движения, перед тем, как снова покупатели наберутся сил, попробуют положиться на какой-то следующий фундаментальный триггер, и после этого будет развиваться дальнейшая бычья ралли. Я склонен полагать, что дело все-таки скорее идет и близко к развитию второго сценария. И напоминаю, что на прошлой неделе у нас с вами, по сути, нету в ровном счете ни единого фактора, из-за которого мы могли бы усомниться в перспективах роста американского доллара. Потому что прекрасно понимаем, что при такой риторике, которую мы услышали от Федрезерва, ставки будут расти и дальше, и это будет топливом для индекса американской валюты. На прошлой неделе у нас было два важных релиза по АСН, производственному сектору и сферу услуг. Да, значения оказались хуже, чем два месяца назад, но в итоге они все равно удержались в зоне восстановления, то есть сектора растут. В заседании американского регулятора, в ходе которого ставка была повышена четвертый раз подряд на 75 байсных фунтов до 4%. И очень много было спекуляций вокруг риторики Джерома Паула, который, как вы помните, подтвердил то, что предельный уровень ключевой процентной ставки будет находиться выше, чем прогнозировалось ранее. И опять же, если перекладывать эти формулировки на цифры, это означает то, что ставка американского регулятора легко может превысить в следующем году уже 5,5%. Паул прекрасно осознает риски, которые навестают над американской экономикой, если ФРС не откажется от политики высоких процентных ставок. Но даже с учетом осознания вот этих рисков мы помним, что для регулятора первоочередной задачей является борьба с инфляцией, с которой эта борьба должна быть продолжена, потому что базовая инфляция по-прежнему на максимум за последние 40 лет. То, что ставки будут рано или поздно на более низких значениях, это и ежу, понятно. Конечно же, это так. Но Паул специально сделал акцент на этот момент, на этот, опять же, период ожидания участников рынка, когда же это все-таки произойдет, отметив, что точно не в ближайшей перспективе, потому что даже по самым скромным подсчетам, если политика американского регулятора принесет должные результаты, то это в борьбе с инфляцией. Это лишь конец 2023 года. Поэтому пока что есть еще возможности для роста американского доллара. Вот кто-то из вас, друзья, в комментариях задал очень правильный вопрос по поводу того, когда же можно будет найти оптимальную точку входа на разворот индекса доллара. Это правильный вопрос, потому что если мы открываем длинную позицию, начинаем покупать американскую валюту, у нас всегда должна быть стратегия выхода из этой сделки. И я сразу хочу отметить, что стратегия выхода из этой сделки, то есть из покупки доллара, предполагает только лишь эффективные результаты в борьбе с инфляцией. То есть, если мы увидим на протяжении двух месяцев подряд снижение базовой инфляции, друзья, я буду рекомендовать вам рассмотреть возможности продажи доллара. Но, опять же, первый отчет, который нам нужно проанализировать, это данные по инфляции. За прошлый месяц они выйдут в этот четверг. Соответственно, следующий релиз будет уже в декабре. И к сделке по продаже доллара лично я планирую, если все-таки и прийти, то не раньше начала 2023 года. Пока что оставшийся период этого 2022 года я сторонник того, что индекс доллара сможет выйти на новые локальные максимумы. И думаю, что среди вас много тех, кто поддерживает такой подход. Данные по Non-Farm Perils. Неоднозначные результаты. С одной стороны, 261 тысячи новых рабочих мест. Это прекрасный результат, учитывая, что прогноз был 200 тысяч. Но уровень безработицы вырос с 3,5 до 3,7%. Поэтому, как бы, однозначно охарактеризовать эту статистику сейчас не представляется возможным. Но я обычно смотрю на динамику создания новых рабочих мест. Я считаю, что этот отчет был больше позитивный, чем негативный. Поэтому у Федрезерва, чисто теоретически, есть возможность и дальше оперировать именно прогрессом на рынке труда. И подтверждать этим уместность проведения более агрессивной монетарной политики. Нефть. 97,5. Хай. 98,77. Снижение данных по запасам. Потенциальный конфликт Ирана и Саудовской Аравии. Ограничение предложения за счет действий ОПЕК и санкций против российских экспортеров углеводородов. Это достаточный фонд, чтобы нефть расслать дальше. Поэтому наша цель 100 долларов за баррель сейчас близка, как никогда. Я думаю, что вполне возможно, что сделаем мы даже в ближайшие торговые сессии. Европейская валюта 0,9941. Опять же, движение в коридоре продолжается. Нужно, чтобы евро все-таки продавили ниже поддержки 0,97. Чтобы впоследствии уже мы с вами сделали нашу долгосрочную цель на отметке 0,95. Я думаю, что это произойдет, друзья, потому что фон все хуже. Пятничные данные по активности в сфере услуг Германии, еврозоны. Опять же, значения, которые около исторических рекордных минимумов. Я даже не знаю, за что сейчас можно было бы зацепиться, покупая европейскую валюту. Ну, разве что за снижение курса американского доллара. Но, как я только что отметил, это, скорее всего, не долгая история. Британская валюта 1,1330. Я полагаю, что в ближайшие дни мы можем увидеть значение 1,10. Морган Стэнли считает, что к концу этого года будут заметны уровни 1,06-1,07. Которые, скорее всего, пара протестирует. И основа их медвежьего прогноза на риторике британского регулятора постфактум заседания на прошлой неделе. Как мы помним, ставка была повышена в Англии до 3%. Но британские регуляторы Эндрю Белли говорили настолько много плохого, что, конечно же, это шокировало. Опять же, что рецессия, которая раньше ожидалась, она наступила уже в английской экономике, но раньше прогнозировали, что она продлится 3-4 квартала. Сейчас это уже разговоры о нескольких годах. За этот период времени ВВП просядет больше, чем на 3%, и уровень безработицы вырастет до 6,5%. Инфляция, скорее всего, может превысить 15% и достичь максимальной отметки в 20%. Это логично, учитывая настолько стремительно ухудшающиеся экономические условия. Но повышение ставки не помогает фунту, потому что все прекрасно понимают, что при такой конъюнктуре Банк Англии не сможет позволить себе снова выйти на повышение ставки на 75 байсных пунктов. Скорее всего, это будут повышения на 25 байсных пунктов, в лучшем случае. Это не поможет британской валюте. И еще один, опять же, фактор, который может сильно обвалить курс британского актива, это бюджетный план Риша Сунка, который должен быть представлен в середине этого месяца. Я напомню, друзья, что будут повышенные налоги, будут существенно увеличены, точнее сокращены государственные расходы. И это выльется негативом для английской экономики и может спровоцировать то самое медвежье ралли, которое прогнозирует Сити, Банк оф Америка. Морган Стэнли ожидает, что план 1.10 не выдержит. Доллар иена 147.13, по-прежнему цель 145. Идем к ней, я думаю, что, опять же, еще несколько дней мы увидим это значение. И золото, которое несколько раз я пытался купить, но, опять же, рынок показывал, что рано я принимал это решение. Сейчас активно растет. 1672 доллара за тройскую унцию. И я думаю, друзья, ну, по крайней мере, я считаю, что можно рискнуть снова. Я сегодня открыл длинную позицию с целями 1700 долларов за тройскую унцию. Пользуюсь как раз пока что коррекционными настроениями по доллару. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой недели. Всем пока.